Здравствуйте! Вы смотрите европейский русскоязычный телеканал Ост-Уэст. Обязательно подписывайтесь на нас в YouTube, если вы еще этого не сделали. Меня зовут Елена Маненкова, в эфире программа «Страна и люди». А то, что вы сейчас видите на своих экранах, это крик о помощи. Немецкие татуировщики запустили в социальных медиа акцию протеста под хэштегом «I am macht uns nackt» – «Вы оставите нас голыми», намекая на то, что они оказались совершенно беззащитными в ситуации, когда тату-салоны закрыты уже 4 месяца, а материальная помощь от государства поступает слишком медленно. По сути, в такой ситуации сегодня находится весь малый бизнес, однако же есть отрасли, которым не повезло больше других. Это владельцы квартир и домов для отдыха. То, что по-немецки называется «Ferienwohnung». Им в условиях короны финансовой поддержки не полагается вовсе. Отчаявшиеся предприниматели пишут петиции, устраивают флешмобы и влезают в долги. Сегодня в программе говорим о тех, кому сводить концы с концами становится все сложнее. Я не скажу, что нас забыли, нас действительно обошли, потому что было сказано, что ваша недвижимость – это ваши финансовые гарантии. Нужно себя спрашивать на каждом этапе. Я вообще выживу здесь? У моего бизнеса есть перспектива? Или я себя загоню в долговую яму и оттуда вообще не выберусь? На сегодняшний день я только несколько дней назад, 13 февраля, получила вторую часть ноябрьской помощи. Мне приходит в голову фраза известная «Ставший крылатый». Денег нет, но выдержите. Но я шучу, конечно. Действительно, сейчас такая ситуация, когда люди будут кричать об этом как могут. Вот татуировщики делают это так. А вот когда вы путешествуете по Германии, вы предпочитаете останавливаться в отелях или в апартаментах? Я, как правило, выбираю апартаменты. Во-первых, потому что мне так комфортнее. Главное, чтобы завтрак был включен. Ну, а во-вторых, все-таки есть из чего выбрать. Ведь Германия предлагает путешественникам более миллиона койко-мест в так называемых ферианвонг, то есть частных квартирах под съем. Сосредоточены они в основном в курортных городках типа Бюзума, которые вы видите на фото. В высокий сезон к 5000 местных жителей там добавляется примерно 40 тысяч туристов. Неудивительно, что большая часть населения живет за счет сдачи недвижимости в аренду. Ольга Элих не исключение. 10 лет назад вместе с мужем она взяла кредит и купила дом, в котором оборудовало 14 квартир под сдачу отдыхающим. С приходом короны и запретом на прием туристов в пансионат, конечно же, пришлось закрыть. Хозяева расстроились, но стали ждать помощи от государства. Впрочем, не тут-то было. Выяснилось, что частным арендодателям, таким как Ольга, финансовые выплаты не положены. С ними сыграла злую шутку немецкая бюрократия. В программу помощи в условиях короны попадают только те владельцы недвижимости, которые имеют так называемый гевербы анмельдунг, то есть прошли государственную регистрацию как частные предприниматели. Вот такой юридический парадокс. То есть сдавать недвижимость без этого документа можно, а вот получать помощь в условиях запрета на сдачу недвижимости нельзя. В серой зоне немецкого законодательства оказались более 200 тысяч владельцев квартир. Они объединились и сейчас отстаивают свои права на всех уровнях власти. Для большинства из них сдача недвижимости – это основной доход, но и к тому же некоторым просто уже нечем выплачивать кредиты, которые они брали под покупку этой недвижимости. Мы связались с владелицей дома отдыха в городе Бюзум Ольгой Эльрих. Я не скажу, что нас забыли, нас действительно обошли, потому что было сказано, что ваша недвижимость – это ваши финансовые гарантии. Но ведь мы эту недвижимость покупали, мы брали кредит, у нас финансирование. У нас был бизнес-план, который мы предоставляли, чтобы нам выделили кредит на покупку этого объекта. Это не просто были свободные деньги, где-то гуляли, и мы их уложили. Нет. Покупали эту недвижимость под бизнес. Я, конечно, понимаю, что вот многие у нас здесь жители, у которых есть по одному, по две квартиры, да, такой доход, ну, не основной, скажем так. Пенсионеры, у которых были накопления, они решили парочку квартир купить и сдают теперь благополучно это все в аренду. Окей. У них есть какой-то еще дополнительный доход, основной, это их пенсия. Есть также люди, которые просто вложили свободные средства в эти квартиры, потому как, ну, чтобы инфляция не съедала, чтобы какой-то был стабильный доход. Рендиты объект, как их еще называли. Но есть такие, у кого это основной бизнес, и тут нас отрезают совершенно от кислорода. Между прочим, налоги мы все платим. Допустим, сейчас период пандемии, да, в период закрытия. Мы все коммунальные платежи, конечно, остановили. Столько, сколько можно, до минимума спустили. Но, тем не менее, все равно, это около 200-300 евро в месяц уходит только за коммунальные услуги ежемесячно. Плюс, с нас списали туристический налог за год. Это 400 с лишним евро. Плюс мы также выплачиваем ГИЦ. У нас 14 квартир, и мы платим за все 14 квартир вот этот налог на телевидение, радиоточка, так сказать. Когда мы начинали наш бизнес, мы обратились к налоговому консультанту, да, что и оператору. По поводу, какая должна быть правовая форма нашего предприятия, чтобы и налоги можно было спокойно платить, и не платить лишнего. То есть, по закону, что для нас выгоднее. И нам посоветовали, да, вам не надо ГИЦ. То есть, это не ваш вид бизнеса, вы просто распоряжаетесь своей недвижимостью, вы ее сдаете в аренду. И это совершенно законно. Сейчас у нас очень такой, ну, мы не можем понять. Если это совершенно легальный способ ведения бизнеса, то почему теперь отсутствие вот этого вот гивербы Шайны является для нас, по сути, гильотиной? Ну, вот юридические тонкости этой непростой ситуации, в которой оказались владельцы частных квартир, нам скоро прояснит адвокат. Пока же дадим слово другим предпринимателям, которых подкосил коронакризис. На этих кадрах вы видите воспитанников школы народного танца «Радуга», что в городе Карлсруе. За 17 лет существования ее коллектив собрал много наград и оваций. Только вот основательница школы Татьяна Кейко, на этом фото она в центре, уже несколько месяцев вынуждена жить на пособия по безработице, которые получает ее муж. Первую материальную помощь за Фордхильфы, которую предпринимателям выплачивали еще прошлой весной, Татьяна получила достаточно быстро и также быстро потратила на то, чтобы улучшить гигиенический концепт своего заведения. Она сняла более просторный зал для танцев, а также закупила индивидуальную технику. Ну и кроме того, конечно же, оплатила текущие расходы вот за эти месяцы простоя. Татьяна надеялась, что с поддержкой государства выстоит и вторую волну пандемии. Однако же выплаты задерживаются, а долги только растут. И вот я столкнулась с тем, что первые деньги, которые я увидела, половину заявленной мною помощи только за ноябрь, первую половину я получила 28 января. Можете себе представить, в какой тревоге и в каком безденежье и отчаянии я и такие же коллеги по этому бизнесу, по этому виду деятельности, который у меня есть, вот все мы жили в такой тревоге и в таком отчаянии. На сегодняшний день я только несколько дней назад, 13 февраля, получила вторую часть ноябрьской помощи. За это время я успела четырежды заплатить за аренду зала, четырежды заплатить мои взносы в медицинскую страховку, которые у меня как у частного предпринимателя не маленькие. Они основаны на том, что в предыдущие годы моих налоговых отчетов моя фирма показывала очень успешные результаты, да, как состоявшаяся фирма. Вот и в связи с этим всем я нахожусь в полной беде совершенно. Ну и вернемся к акции протеста, которую запустил в соцсетях баварский татуировщик Давид Хильгерс Лейнер. Под хэштегом «Иэмахт ум снагт» вы делаете нас голыми, он и его коллеги публикуют вот эти красивые снимки, от которых порой просто невозможно оторваться. Таким образом они призывают власти ускорить материальные выплаты предпринимателям. «Корона – это реальность», – пишет Давид на своей странице в Инстаграм. «Это экстремальный вызов нам всем. Но, пожалуйста, дорогое правительство, если уж вы запрещаете нам работать, то хотя бы не забывайте о нас». Конец цитаты. К флешмобу, кстати, присоединились художники и музыканты, дизайнеры, владельцы салонов красоты и парикмахерских. Последний, впрочем, откроется уже 1 марта. А вот всем остальным придется потерпеть. Причем неизвестно сколько. И именно это пугает, говорит владелец берлинского тату-салона Тимур Гунченко. По сравнению со вторым локдауном, первый теперь кажется ему просто легкой прогулкой. Ну, когда объявили все это дело, то, конечно, был стресс, потому что неизвестно, как себя вести в данной ситуации как-то надолго. А помощь мы получали буквально в течение 2-3 дней после того, как подали заявление. Поэтому, в принципе, я к нему относился к первому нашему коронакризису, как оплачиваемому отпуску, по большому счету. То есть я могу сидеть дома и получать те же деньги. Большое спасибо правительству. Сейчас ничего не происходит, скажем так. Ну, получается, мы ожидали такого же оплачиваемого отпуска, получается, да. Но получилось совсем по-другому. Немножко неприятно, что как бы мы себя повели так же, как в первый раз, да. То есть специально не готовились, никаких запасов не оставляли. Коллег, я своих спрашиваю. То есть у всех абсолютно разная ситуация, да. То есть если человек, допустим, только начал свое дело, то, конечно, ему сейчас тяжело. Нам немножко проще, потому что у нас была пара успешных лет перед этим. Поэтому скрипя, но как-то мы это дело переживаем. Но, конечно, если еще растянется на пару месяцев, это будет сложно. Татуировщики, люди творческие, даже к процессам протестным, они творчески подходят. Поэтому вот такая акция, которая, судя по всему, успешная, поскольку все ее видели, никто не прошел мимо. Надеемся, что правительство к нам прислушается, поскольку действительно люди находятся в неизвестности. То есть если единственный твой доход – это твое ремесло, и получается сейчас на законодательном уровне нам запретили этим заниматься. И мне сказали точно, как себя вести, на что нам полагаться и какие общие перспективы. Поэтому, наверное, действительно сейчас такая ситуация, когда люди будут кричать об этом как могут. Вот татуировщики делают это так. Итак, к моему эфиру присоединился Евгений Вунш. Это адвокат и бизнес-консультант, главный партнер адвокатской конторы Вунш Александр Валти. Евгений, здравствуйте. Елена, добрый день. Я напомню нашим зрителям, что буквально пару недель назад мы с Евгением как раз обсуждали пакет финансовой помощи для предпринимателей. И, конечно, было бы здорово, если бы эта помощь выплачивалась в срок и выплачивалась в принципе, но уже сейчас понятно, что система дала сбой. Действительно сложилась ситуация, в которой просто десятки, сотни тысяч предпринимателей оказались в ситуации разбитого корыта. Люди действительно не знают, что им делать. Евгений, вот на ваш взгляд, как так получилось? Неужели немецкое правительство взяло на себя те обязательства, которые оно не в состоянии выполнить? Погорячилось, грубо говоря. Вопрос, с которым мы сталкиваемся действительно каждый день, и вы не поверите, сколько приходится видеть людей, слез даже, и успокаивать, поскольку организация и сбой в системе дают огромный не просто сбой, а иногда сильнейший отпечаток на бизнес и существование каждой какой-то конкретной семьи. Если это в рамках системы просто сбой, то для семьи это отсутствие основания для существования и доход их. Поэтому предлагаю предметно сразу вернуться к сюжету, почему так получилось. Государство, когда принимает какие-то нормативно-правые акты, пытается ввести критерий. В данном случае идет речь о деньгах, поэтому критерий. Государство говорит, мы поддерживаем бизнес. В нашем случае герои сюжета занимаются сдачей в аренду апартаментов, квартир, достаточно в большом объеме, но, тем не менее, по их информации, им, что и брат, и налоговый советник посоветовал не регистрировать бизнес, а просто в приватном порядке заниматься сдачей. Это то, о чем говорила Ольга, то есть не получать гевербы, не делать гевербы, анмельдум, так называется по-немецки, а вот выступать в роли частных квартировладельцев. И на самом деле логика в этом есть, если мы работаем не в каком-то режиме форс-мажора, как сейчас, а в нормальном. То есть я бы сказал, что окей, да, что арборатор действительно дал вам дельный совет. Почему? Потому что если вы занимаетесь в рамках закона сдачей в приватном порядке, то есть частным квартираздатчиком сдаете в частном порядке эти апартаменты, то вы не платите этот так называемый гевербы, или промысловый налог. Именно с этой точки зрения добрый налоговый консультант сказал, пожалуйста, не надо сдавайте, у вас будут доходы от сдачи в аренду, на немецком это формитум фэпахтум, будете вносить свою декларацию, и все будет хорошо. И это в рамках закона, то есть они ничего не нарушают? Это абсолютно идеально, и многие так делают и делали. Теперь вопрос в следующем. Много приходит ситуация с короной, и государство разрабатывает нормативно-правовый акт. Кого мы будем поддерживать, государство говорит? В первую очередь бизнес. И вот здесь вот определение, понятие, что есть бизнес, а что не есть бизнес, уже проблема. То есть наши частные квартиросдатчики, хотя для них это их единственный бизнес, их единственный доход, возможно, они не подпадают под определение бизнеса с точки зрения государства. Это справедливо, не справедливо, с точки зрения государства это справедливо, поскольку мы поддерживаем бизнес. Для вас это бизнес, но это как, видите, если принимается закон, и в законе какое-то есть положение, то к нему есть обоснование, и можно всегда посмотреть, какой логикой руководствовался законодатель, принимая там параграф 25. Вот такие толстые книги об основаниях закона. Там социальная политическая ситуация, почему нам нужно это сделать. Все, что связано с короной, это нормативно-правовой акт подзаконный, то есть незакон, к нему нет обоснований. Просто вот сел министр, принял, все. Поэтому до конца, до сердца, скажем так, социально-политического смысла регуляции этого критерия мы не можем докопать. Сколько можем додуматься? Но смотрите, все равно это же не единичный случай. Я понимаю, если бы так было 5-6 человек по всей Германии. Это более 200 тысяч предпринимателей, которые фактически оказались действительно лишены права на финансовую помощь. Как такая огромная категория могла попасть в эту серую зону? Ну, если корректно оставаться в понятиях, то это не предприниматели. То есть для государства они не предприниматели, поэтому мы не можем сказать, что столько много предпринимателей осталось без помощи. Если, например, тату-салон или школа, там да, можно сказать. Но вот как раз-таки с квартирами для государства это не предприниматели. Это люди, которые частным образом инвестировали в недвижимость и частным образом сдают. Именно поэтому, понимаете? И именно к этому государство подталкивало, да? Давайте делать какие-то запасные пенсии. Подталкивало, и государство, она же ведь не освобождала их от налогов, сказала, но вот частным образом, поэтому не надо нам налоги. Нет, 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 будьте добры. Налог на приобретение, недвижимость. Большую массу люди заплатили. Хорошо бы, если бы она была бы выплачена. Как правило, у людей долговые обязательства перед банком, которые нужно ежемесячно выполнять, это проблема. Но, тем не менее, концепции государства в данном случае, которые мы должны принять, можно в судебном порядке бороться. Это следующий вопрос. На сегодняшний день, де юре, вот такое положение, и де-факто они не получают деньги, потому что не являются предпринимателями. Я просто пытаюсь донести, так сказать, почему так. Вот этот вот критерий ввели, и все. Да, и насколько я понимаю, есть еще второй момент. Первое, то, что они не являются гевербой, то, что называется по-немецки, предпринимателями в юридическом контексте. Я сейчас не про человечки, то, что в человечке все понятно, юридическом. Второй момент, то, что их доход не считается основным. Хотя это не так. Вот, например, героиня нашей программы, Ольга, это, во-первых, они взяли огромный кредит, чтобы открыть этот бизнес. Во-вторых, они взяли кредит на развитие бизнеса. И сейчас они остались действительно без средств существования. Это их единственный доход. Это действительно важный критерий. То есть и в корону он тоже был, кстати. То есть это должен быть основной доход. Потому что есть такое на местном понятии, как небенгеверблик. То есть как бы параллельно к основной деятельности. Тогда оно не поддерживается. Это действительно важный критерий. Но в данном случае он, на мой взгляд, абсолютно стопроцентно выполнен. Там еще один критерий есть. Вы сдаете это для туристических целей. Тоже он выполнен, на мой взгляд. Но вот критерий предпринимательской деятельности юридически не выполнен. Поэтому, на мой взгляд, есть два понятия. Это законность и правомерность, справедливость. И вот, на мой взгляд, право и закон, они не всегда про одно. То есть закон не значит право и справедливость. Закон может быть незаконным и неправовым, как в данном случае. Но незаконно нормативно правовый акт. То есть можно ответить на этот вопрос, никого не успокоить. Что ситуация соответствует закону, но соответствует ли оно праву в смысле равноправия и так далее? Наверное, нет. То есть не то, что, наверное, я бы сказал нет. Это очень слабое утешение для людей, потому что действительно они брали огромные-огромные кредиты на этот бизнес, на развитие этого бизнеса. Сейчас, в связи с тем, что уже с ноября, это уже второе закрытие, первое у нас было весной прошлого года, все закрыто, у них действительно просто нечем платить по счетам, нечем платить страховки. Мы ведем, у нас достаточно много таких клиентов, и с банками пытаемся договориться, и каким-то образом заморозить. И до налоговой преференции, какие-то отсрочки и так далее с финансовыми органами. Это было до декабря 2020 года, конца декабря, работало каким-то образом. После декабря они проснулись, я даже говорил в прошлом эфире, и финансам начал добираться до своих денег. То есть до февраля они ждали, ждали, ждали как-то, то теперь они проснулись, а людям нечего платить. Поэтому ответ утешительный, это неправильно, вас обманули, вам должны были дать. И чтобы получить, нужно сделать то-то, то-то, я сегодня не могу дать. Сегодня я могу только попытаться это логично представить, и это сложно, то есть это очень сложно. Вопрос, что делать, кто виноват, вообще без ответа останется. То есть здесь нужно действительно пытаться период эмоций максимально быстро закрыть. И к центральному вопросу, для всех бизнесов сейчас вопрос, об этом тоже мы говорили, как сохранить. Вот как сохранить, есть статус какой-то, мы достигли, у нас там, не знаю, 15-20 квартир. И если раньше, до кризиса, до пандемии, мы всегда говорили, как развивать, нам нужен концепт налоговой экономики, и так это все структурировать, чтобы мы с дохода покупали дальше квартиры, развивались, развивались, росли. То есть теперь вопрос вообще другой, о котором мы раньше не думали, или не в достаточной степени, на мой взгляд, думали, а как сохранить, что есть? Вот теперь вопрос какой. И задним числом это действительно, то есть эти две стратегии должны параллельно всегда идти, как теперь практика показывает. То есть стратегия роста и стратегия обезопасивания себя, то есть своего имущества. Личного имущества, коммерческого имущества, если у вас юридическое лицо. Но здесь в данном случае все личное имущество, и все под угрозой. Вот теперь вопрос, какие шаги предпринимательства? Вот именно, давайте вот уже прям конкретно к делу. Вы знаете, я читала интервью татуировщиков, вот мне очень запомнилась фраза девушки, я знаю, кстати, ее лично, ей 42 года, ну, девушка. И она сказала о том, что мне в свои 42 года, как тинейджеру в этой ситуации, приходится бежать к маме и у мамы занимать какие-то деньги, потому что мне не на что жить, мне не на что есть, мне нечем платить за квартиру. Вот давайте конкретно вот уже так приземленно. Как можно приступить в этой ситуации? Как быть? Я, честно сказать, вот смотря на наши южные регионы и на людей, которые здесь занимаются бизнесом, во-первых, если мы возьмем, опять же, тату-салоны, парикмахерские, это этот вид бизнеса, который, он достаточно профитабельный, то есть достаточно выгодный, однако он не позволяет создать зачастую какую-то прослойку финансовую на случай кризиса. То есть, если у вас, например, тату-салон, вам достаточно на жизнь, что-то там остается, но сказать, я буду каждый месяц откладывать там 10-15 тысяч, и у меня будет там 100 тысяч дома лежать, если вдруг что, как правило, этого нет. То есть, этот бизнес зачастую, честно сказать, не позволяет. Таких, какие-то месяцы более-менее, но в среднем нет. Поэтому люди месяц-два продержались, и потом они, конечно, надеются, что откроют их, откроют. Я сразу говорил своим клиентам, и многие теперь спокойно и благодарны, вот небольшого уровня парикмахерская, замораживать. То есть, первая наша была тактика, это, естественно, пользоваться максимальными налогами-преференциями, то есть, экономить на налогах, отсырачивать, отодвигать, так сказать, сроки оплаты, затем занижать предоплату налога на доходы. Тут и там каждые три месяца человек должен платить какую-то сумму. Это на минус один сводить до минимума. И это все можно сделать с помощью налогового консультанта, да? Это можете и вы сами, то есть, вам не нужно, но, как правило, желательно со специалистом. Это было рычаги, однако, нужно сказать, до конца прошлого года они были такими рабочими. Извините, извините, я уточню, пока мы еще не ушли от тем налогов. Вы говорите, занижайте отсрочку делать. Как это возможно? Вот, практически, как это возможно? То есть, вы просто свяжетесь, вот у вас, например, нужно заплатить первому марта, условно, налог, там, 10 тысяч денег нет. То есть, вы можете договориться с финансамтом, это, опять же, без процентов сказать, корона на три месяца мне передвинуть или на сколько-то там, да? Это можно было сделать без процентов до конца прошлого года. Сейчас нужно аргументировать несколько в другом порядке. Но, тем не менее, это тоже механизм, потому что ликвидных средств нет. Даже если они есть, они нужны на оплату арендных помещений и прочее. Это первое. То есть, там, скажем, первый комплекс правоотношений с финансовыми органами, насколько это можно. Второй – это заморозить бизнес. Как правило, тату-салон или что-то у них аренда, им, возможно, персонал какой-то, да, есть. Как правило, это небольшие компании, которые не подпадают под действие закона о защите от увольнения. То есть, они достаточно просто могут расстаться с персоналом. Понятно, что это тоже проблема, и легко сказать просто расстаться. Но это ценные люди, которые мне нужны. Я-то надеюсь, что вот-вот откроют, понимаете? Я думаю, это главная проблема, что просто неизвестность, и непонятно, сколько еще продержаться. Но дело продержаться месяц, вот там поезд затянуть, и другое еще четыре месяца. То есть, с персоналом пытаться оптимизировать, договариваться какие-то там, они, может быть, в суде, и не будут действительно эти договоренности, но тут выбор маленький. То есть, договариваться, слушай, я тебя на три месяца увольняю, или на месяц, или на два, через два месяца придешь. Человек, если у вас хорошее отношение, как правило, да, это неправильно, возможно, юридически, но здесь я больше о бизнесе, да, то есть, где-то кто-то пойдет в суд, кто-то не пойдет. То есть, если делать формально, юридически все правильно, то можно вообще закрываться и навсегда. Ну, я никого не призываю, как формально, не юридически правильно делать, но всегда нужно в равновесии оставаться. Это второе. И третье, и один из пунктов, арендная плата, да, в основном. То есть, я сейчас несколько процессов веду пока досудебно. На мой взгляд, риски по арендной плате должны на 50-50 процентов раскладываться на арендодателя и на арендатора. Или даже, может быть, 100 процентов на арендодателя. Ну, тогда вскоре мы с вами увидим такую же акцию, как сделали татуировщики, но то есть, со стороны уже владельцев недвижимости коммерческой. Да, может быть, но почему? Потому что вот вы сдаете, условно, офисное помещение в центре, там, Минхена или где-то, и вот там тату-студия находится, либо другой предприниматель. Вы не можете работать. Это риски. Если бы вы не хотели работать, это одно, это риски однозначно из вашей сферы. Но в данном случае риски не из вашей сферы и не из-за вас. Поэтому есть такое положение, 313-й параграф в гражданском кодексе, который мог бы позволять. И сейчас действительно в литературе имеются эти мысли. И, в принципе, я думаю, что судебная практика пойдет, что форс-мажор будет раскладывать 50 на 50. Поэтому, если нет возможности договориться с арендодателем, то просто официальное письмо. Поэтому мы исходим из того, что мы вам только 50% будем платить сейчас. Потому что так, и так, и так. Если арендодатель, я имею в виду, расторгнет договор, скажет, дорогой, мне тоже семью кормить. К сожалению, возможно. Стало на сегодняшний день, опять же, до конца года действовало правило, запрещено было расторгать договоры. Но потом законодатель сказал, или на уровне министерства, да, это законодательно было отнесено, что мы не будем продлевать правило, какое было. Что даже если вам арендодатель не платит, арендатор, то есть вы не можете расторгнуть договор. Это не продлено было, потому что они сказали, ну вот по нашей практике мы наблюдали, они, в принципе, так хорошо все с друг другом договариваются, что вмешательства со стороны государства не требуется. Вот такое было утверждение. Да, возможности, возможности расторжения есть. Чем это грозит? Что пойдет он в суд, и вы будете свою позицию в суде отстаивать, да. Риски везде есть, но нам нужно сейчас каким-то образом выживать. Либо вообще сдать в аренду, то есть отказаться и бессрочно расторгнуть, или еще каким-то образом. То есть это все достаточно, может быть, радикальные механизмы и направленные на прям сильную заморозку бизнеса, да. То есть не просто 2-3 месяца продержаться, а исходим из того, что... И вот, в общем-то, люди, которые сделали это с осенью, в сентябре, в октябре, они довольны сейчас. Но таких прозорливых очень мало, я думаю, потому что все-таки надели, что вот-вот, вот-вот, а потом заживем. И достаточно, я бы скажу, что их мало здесь зависит от инфраструктуры. Ну, их меньше, наоборот. Да, то есть меньше, абсолютно. То есть если вы знаете, что вы найдете без проблем себе помещение, и многие работают даже сами, или там на партнерской основе с кем-то, люди закрывались. Однако, если, конечно, у вас настолько разный бизнес, супер-локация, супер-место, жалко расставаться. Это же все ваш, так сказать... Наши за непосильным трудом, как говорится. Абсолютно, наверное. Поэтому однозначного решения тоже нет. Единственное, о чем хотелось бы сказать, что психологически видим это каждый день. Люди звонят, просят, пытаются. Очень сложно для человека, который бизнес, в принципе, свой выстраивал в Германии. Он выстраивается, как и во многих других странах, мне кажется, в Германии особенно. Прямо по частям, по кирпичикам, по кирпичикам. Получается такая стенка, она, в принципе, достаточно стабильная. Но ее выстроить очень сложно. Это очень много затрат, эмоций, времени и так далее. И люди это выстроили, и признать, что вот сейчас по каким-то... Из-за короны, из-за чего-то человек должен от этого отказаться. Это сложно психологически принять это решение. Поэтому люди склонны отодвигать. Но я потерплю еще месяц. Я потерплю еще месяц. Люди-то и рады бы работать хоть завтра. Я так понимаю. Те же самые татуировщики, у которых концепты гигиены почище, чем в любом супермаркете. А им не дают. Вот тот же момент. Я уважаю парикмахеров, хотя тоже уже не было много месяцев, как можно видеть по моей прическе. Но почему парикмахеры могут работать с первого марта, а татуировщики не могут? Здесь опять же какая-то очень странная ситуация. Слушайте, если искать логику во всем этом, я думаю, что ее в большинстве случаев не стоит искать. Потому что вопрос открыт, найдем мы ее или нет. Вы знаете, меня настолько удивляет, когда вы так говорите, вы как адвокат, как юрист, я даже записала фразу, я не призываю действовать юридически. И вот для меня это очень странно. Но я сразу с оговоркой, что нужно золотую середину. То есть в рамках закона всегда есть возможности. Потому что я адвокат, я всегда привык так работать о бизнесе, скажем так. Важен ведь бизнес. А закон, о рамке закона? Это тоже важно. Но в рамках закона можно действовать. Закон позволяет какие-то механизмы. Потому что если человек пришел, как мне сделать, что нельзя. Ему перечислили его, что нельзя. И он плачет, уходит. Человек-то приходит с вопросом, как сделать, чтобы можно было больше. Если там где-то лед потоньше, об этом нужно говорить. Человек, слушайте, вот здесь вот тонкий лед. Я вас предупреждаю. Но в принципе так-то и так-то. А вот туда вообще не надо, там провалитесь. Ну, по логике. Поэтому я не могу сказать, происходит политика государства. Мы сейчас не о политике, а о своих, так сказать, уровнях, на которых мы работаем и анализируем с точки зрения нашего уровня. Да, мы сейчас о том, что можно сделать в сложившейся ситуации. То есть, если мы говорим про тех предпринимателей, которым задерживаются выплаты, и им нужно как-то это переждать. То есть, либо просто, ну, тупо, пардон, занять эти деньги на какие-то расходы, которые возникли. Можно также, вы говорите, заморозить, то есть отказаться от аренды, если это возможно. Понятно, что бизнес бывает разный. Третий момент – это уволить сотрудников, хотя здесь тоже есть курс арбайтер-гельта. Вот это, наверное, не самая большая проблема. Что еще можно сделать? Тут зависит от бизнеса, зависит от ресурса каждого человека. То есть, действительно, основные моменты – сокращать расходы. То есть, вот мы с вами по основным статьям расходов, в общем-то, и прошлись. А телефон, отопление, вот это вот все тоже, да? Телефон, отопление можно дорасторгнуть, хотя будет сложно, поскольку там договоры долгосрочные. В принципе, это не такие сильные статьи расхода по поводу отопления. И до коммунальных услуг это может быть действительно тоже. Поэтому сокращать расходы и какой-то, то есть, план B составлять, что будет. То есть, я вообще еще имею это легко сказать. Но, тем не менее, себе нужно спросить. То есть, легко сказать стороннему наблюдателю. Когда твой бизнес трусится, это сложно. Тем не менее, нужно задать тебе с колодной головой вопрос, вообще шансы есть еще выжить или нет. Или я себя загоню сейчас в такую долговую яму, что я оттуда не выберусь. Вот вы говорите занять. Да, хорошо. Во-первых, банки, как правило, не дадут, потому что у вас ликвидность и кредитоспособность сильно понизилась, как правило. То есть, вас, может быть, спасет либо какой-то государственный фиотобанк, специальный банк, возможно, либо приватный займ. Кто-то, если даст, и знакомых, родителей, которые нужно отдавать. То есть, вопрос к чему, и мне кажется, центральный посыл. Нужно себя спрашивать на каждом этапе, я вообще выживу здесь, у моего бизнеса есть перспектива. Или я себя загоню в долговую яму и оттуда вообще не выберусь. Потому что здесь так устроена система, сбой в одном колесике, сбой пошло дальше. Сбой с финансовым, сбой с медицинским страхованием, сбой там, сбой там, 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 батрак. То есть, он накручивается. Потому что система работает так устроена, работает только в том случае, если у нее, кажется, есть масло, которое всегда смазывают, то есть, финансы. И сбой в одном месте загонит, может загнать человека в другую. Ему психологически сложно в этом признаться. Но, может быть, стоит сказать, окей, ставлю черту, беру паузу и начну заново. Может быть, когда-то. Это никоим образом, это просто рассуждение. Я понимаю, но давайте также проассуждаем. Например, вот та же самая владелица танцшколы, которая сегодня была у нас в эфире. То есть, смотрите, человек по первому образованию врач-эпидемиолог, да, что сейчас, наверное, даже было бы востребованнее, чем танцевальная школа, учитывая всю ситуацию. Но не в этом случае. То есть, человек уже не смог здесь работать по определенному моменту, будет, специальности. Он положил все свои силы, средства, энергию на то, чтобы в течение, там, 17, по-моему, лет, чтобы около 20, да, развивать этот проект. Теперь человек должен сказать, окей, вот здесь из-за короны, из-за того, что нам не дают работать, я должен поставить черту и в своем уже не юном возрасте просто начинать жизнь с чистого листа. А вдруг нас через две недели откроют и больше такого не повторится. Да, я понимаю, понимаю, понимаю. Как вот здесь? Понимаете, почему я так еще говорю? Потому что еще более трагично смотреть на случаи, когда у человека зачастую есть какая-то, может быть, квартира, которую он тоже с трудом купил и выплатил или выплачивает. И когда долгов столько много, что под угрозу ставится ваша семья, то есть инфраструктура семейная, инфраструктура бизнеса. И долги с инфраструктурой бизнеса переходят на инфраструктуру семьи. Но это что? То есть когда они забирают квартиру, например? Нет, абсолютно верно. То есть вы же несете ответственность своим собственным имуществом. Если настолько будет много долгов, то вы рискуете. И на это значительно больше смотреть, больнее смотреть, когда у человека, ну вот квартиру забирают или там заносят какие-то аресты или еще что-то. Потому что болезненная эта педаль. Но иногда на нее, может быть, стоит нажать, чтобы спасти что-то другое. Это настолько индивидуально, что мне сложно давать какие-то решения. То есть я говорю сейчас... Мы с вами рассуждаем, что можно сделать. Мы рассуждаем определенные примеры, которые у нас. И вот так вот и так. Кто-то говорит, я минимизирую, у меня там расход определенный будет, я это потяну, потому что я либо работаю, либо жена. У нас там есть доход. То есть это индивидуально. Но фильтр должен всегда быть максимально защитить то, что есть уже. Вот приватная квартира и так далее. Потому что, не дай бог, этого всего лишится. Как вам, например, вариант с пособием по безработице? Ну вот все, я понимаю, что я не тяну. Мне когда-нибудь выплатят материальную помощь. Мне ее, конечно же, не хватит. Потому что я ее израсходую на те долги, которые возникли за эти месяцы. Насколько здесь будет хорошим, грамотным решением встать на социал, что это называется? Вполне, вполне решение. То есть там есть определенные послабления. И у нас многие люди так сделали. Правда, вот человек, одна женщина у нас подала, косметолог, в октябре месяце заявления. И вот пришла 2 или 3 февраля, то есть ей так и не начислили эти пособия по безработице или социалу. То есть она что, так не получала, как гибель здесь? Она ждет и говорит, я уже не могу, мне нечем вообще, действительно. Ну правда, за 2 недели выплатили, мы подключились, выплатили задним числом с момента подачи заявления. Это возможно, да. То есть поэтому об этом, естественно, нужно думать. Но для этого нужно закрыть бизнес, правильно? Официально? Для этого нужно закрыть бизнес, либо там есть возможность даже его заморозить. То есть сделать временную, вы можете сделать, либо просто из-за короны там можно аргументировать тем, что нет дохода. Там есть послабление определенное. То есть я в социальную область не очень лезу, и это не совсем, мы больше по бизнесу. Тем не менее, люди получают. Вам нужно будет за этот период отчитаться. Если у вас был доход или что-то, то вам сделают перерасчет. Вам, возможно, что-то придется вернуть. Возможно, нет, в зависимости от результата. В любом случае важно, прозрачно, пожалуйста, общайтесь с органами, которые дают социальную поддержку, потому что они из-за 20-30 евро даже отдают дела в прокуратуру. То есть люди забывают, они думают, это мелочь. Это не мелочь. Лучше верните 30 евро, потому что могут быть последствия. Это так, для информации. Евгения, подытоживая уже наш разговор. Все-таки, как мы можем успокоить сейчас, обнадеживать предпринимателей? Мне их невероятно жаль, потому что, ну, действительно, если, знаете, как сказал в интервью татуировщик наш, что первый локдаун-то был таким оплачиваемым отпуском. Ты сидел дома, ничего не делал, получал деньги, грубо говоря. Сейчас ситуация кардинально противоположная. Люди действительно в отчаянии. Мне приходит в голову фраза известная, ставшая крылатой. Денег нет, но выдержите. Я шучу, конечно. Это шутка. Никоим образом. Слезали на глазах шутка, да? Да, шутка. Действительно, слезали на глазах. И многие люди подумают, что это как беспорядок, это как издевательство. Никоим образом. Просто действительно с юмором мы уже подходим. И с клиентами где-то и смеемся, и плачем. И действительно так. Вот люди оказались в такой ситуации. Здесь без какой-то своей собственной философии точно не обойтись. Но многие куда-то стучат, жалуются. То есть государственная инфраструктура так устроена, что зачастую, к сожалению, приходится надеяться на себя. Даже в этой ситуации. Ждать помощи сложно. Сложно. Даже вот этим бедным людям, не бедным, а в смысле, потому что тяжелая ситуация с создачей квартиры. У них кредиты и так далее. Это звучит, не воспринимайте это как, с моей стороны, непонимание вашей ситуации, чтобы я вас прекрасно понимаю. Там, не знаю, у человека есть 15 квартир. Может быть, продать 15, чтобы спасти 14. Не загонять себя в кабалу, когда кто-то над вашим имуществом путем ареста еще каким-то получит контроль. Банки это могут достаточно быстро сделать. И вы лишаетесь свободы распоряжения, гибкости. И каждый шаг, то есть банк в суд подает, кто-то работает, раздувает финансовые требования, судебные сборы и так далее. И так далее. Этот негативный мы учтем для планирования будущего, для нового бизнеса, для бизнеса, который есть, когда будет переходить на... Все равно закроется и дальше пойдет когда-то. Кто-то выживет, кто-то нет, это понятно. Но опыт, который мы сейчас получили, нужно его в стратегическом планировании обязательно учитывать, чтобы быть готовым. Спасибо, Евгений. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. В сложившейся ситуации только остается, чтобы надеяться на лучшее. Это была программа «Страна и люди». Большое спасибо за то, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш канал в YouTube. И увидимся через неделю. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok